Это пулемет ЗБ-30 Один из самых лучших пулеметов Ручных пулеметов Время Второй мировой войны Конструкция разработана в Чехии Чешскими конструкторами Сначала была модификация 1926 года ЗБ-26 Потом появилась Модификация ЗБ-30 По лицензии выпускался в Румынии В Югославии И на вооружении состоял Кроме югославской, чешской и румынской армии Еще и вермахте После того, как в Чехии была захвачена Достаточно простая и удобная машинка Магазин на 20 патронов Легко востегивался Прицел из-за того, что магазин имел верхнее расположение Смещен в левую сторону И мушка, и прорезь Мог переноситься руками Очень удобная рукояточка такая у нас была Из этого пулемета Англичанами Путем небольшой модернизации Был получен пулемет Брен Брен расшифровывается как Бурно-Энфильд То есть Бурно это бренский арсенал чешский Который изначально проводил данные пулеметы Энфиль это уже английская фирма Которая под английский патрон Эти пулеметы адаптировала А где у него мушка? Что-то это не понял Мушка Мушка А это что такое? Это регулировка на дальность линии прицеливания Шкала идет в сотнях метров И в зависимости от дальности Уже высота прорези регулируется А этот конкретный пулемет какого года? Это пулемет румынский Военного выпуска Примерно 1942 года К нему коробочка Для магазинов Такой ящичек Тоже достаточно редкая вещь В принципе 12 магазинов в него укладывалось Часть я просто снял на себя У своей подсумки А так 12 ложится Для переноски А он вот так на сошках стоит? Да Так он стоит на сошках Сошка имеет возможность регулироваться И может поднимать Элископическое Что тоже очень удобно Если глубокий снег Либо высокая трава Его можно поставить выше А это вот на прикладе Вот это что за штуковое? На прикладе Это тоже очень интересная вещь Так называем Третья рука Пулеметчику Так Сейчас к сожалению Она немножко застыла у нас Плечевой упор То есть если мы Работаем лежа Вот так Мне его не надо держать Я прицелю Я могу рукой Магазины перекидывать Еще что-то делать Еще висит Я вот так придерживаюсь Уже не надо Очень простая вещь Но очень удобная Облегчает Работу С машиной А сейчас такой Сколько стоит Вообще Такой не знаю Сколько сейчас стоит Боюсь что Такой же сейчас Не приобрести Вот это еще Отверстие тоже Для того чтобы Можем был пулемет Пристрелять На какую-то цель И поставить Веточку Палочку А там у него Отверстие Тут отверстие Чтобы можно было Поставить упор И держать его Уже Если он на копе Допустим Стоит пристреленный По сигналу Тревоги Пулеметчик Просто к нему Подходит Ему не надо Селискать Уже пулемет Наведенный Вот с этой стороны Переключатель 1.20 Положение 0 Это предохранитель Положение 1 И ведется Одиночный огонь Режим самозарядной Винтовки Положение 20 И ведется Среба-чередями Крутая машина Ваще Расставить Национальная вещь Вот Но она редкая Да я так понимаю Ну она сейчас редкая Во время второй мировой Ну достаточно ходовой Была Не то что На первой линии На первой линии Немцы все-таки На своей части Направляли МГ-34 Потом 42 А вторая линия И части Которые Смогательные Они достаточно Автимно вооружались ЗБ Благодаря тому Что он очень простой Надежный Очень легко Разбирается Легко собирается А у него сменных стволов Нет Да он не перегревается Есть Есть Отжимается Вот этот замочек Я сейчас снимать не буду Просто покажу Отжимается замок Вот фиксатор ствола И ствол просто Вынимается вперед Вот Так же легко Извлекается затворная рама Ломается пулемет Все Мы вынули затвор Почистили Смазали Закинули его обратно Смазали 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 Смазали